Что можно узнать по структуре ушной раковины? Какие изменения мочки уха подскажут о болезнях сердца? Какие есть еще признаки сердечных проблем? Смотрите видео до конца, узнаете, о чем могут сигнализировать ваши уши. Уши не только орган слуха. На ушной раковине расположены активные точки, связанные со всеми внутренними органами. Структура ушной раковины индивидуально, подобно отпечаткам пальцев. По некоторым ее особенностям можно узнать о состоянии здоровья и характере человека. Что можно узнать по структуре ушной раковины? Ушная раковина может иметь разные размеры. Мочка ушей бывает расположена свободно, а у других присоединена. Мочка уха плотная и мясистая. Расположенная свободно обычно бывает у людей, не имеющих проблем с кровеносной, лимфатической и эндокринной системами. У них хороший иммунитет, достаточно жизненных сил. Если мочка тонкая, приросшая, то кровоток осуществляется недостаточно интенсивно, имеется склонность к инфекционным заболеваниям, возможны нарушения в работе сердца. Характер человека также можно распознать, только посмотрев на его уши. У тех, у кого мощные ушные мочки, много знакомых и друзей, они трудолюбивы и общительны. Если мочки приросшие, то человек немного скрытный, но целеустремленный. Перед тем, как продолжить видео, мы хотим пригласить вас подписаться на канал, расскажем еще много интересного. Какие изменения мочки уха подскажут о болезнях сердца? Посмотрев на себя в зеркало, стоит оценить состояние своих ушных раковин, даже если ничего не беспокоит, то их внешний вид подскажет, чего стоит ожидать и опасаться. Продольная складка на мочке – возможный признак сердечного заболевания. Наличие морщинок, небольших складочек – также свидетельство неблагополучия в системе кровообращения. Необходимо пройти обследование, сделать хотя бы ЭКГ. Когда уши приобретают некоторую бледность, даже небольшой синюшный оттенок, то следует проверить сердце и легкие. Так бывает при недостаточном поступлении кислорода в организм, образование гипоксии. Когда уши бледные, холодные, то скорее измеряйте артериальное давление, это признак гипотонии. Если уши наоборот красные, человек ощущает в них жжение, то кровяное давление повышено. В случае повышения объема ушных мочек, когда они толстые и мягкие, проверьте уровень холестерина и глюкозы, возможно, есть нарушения, которые приведут со временем к проблемам в работе сердца и сосудов. А возможности проявления проблем с работой сердца могут подсказать не только уши, но и некоторые другие признаки, казалось бы, не связанные с сердцем. Но знание этих примет поможет вовремя пройти необходимое обследование, диагностировать заболевание в самом начале и провести адекватную терапию с целью профилактики возможных тяжелых осложнений. Напишите в комментариях, как вы оценили свое состояние по структуре ушей. Какие еще есть признаки сердечных проблем? Стоит обратить внимание на работу сердца и состояние сосудов, если под кожей в области суставов начали появляться желтые шишечки, это ксантомы. Они возникают при нарушении жирового обмена, следует проверить биохимию крови, посмотреть липидный профиль, чтобы не пропустить начало формирования атеросклероза. При наличии хронических очагов инфекции, таких как кариозные зубы, парадонтоз, танзелит, можно ожидать возникновения нарушений в работе сердца, связанных с интоксикацией, обусловленной размножением микробов. Значит, боли в горле и запах изо рта могут быть предвестниками сердечных проблем. В случае слабости сердечной деятельности, человек начинает повторно зевать, когда это происходит часто, то пора делать кардиограмму. Мужчины, посмотрите на свои кисти. Если безымянный палец короче указательного, то можно ожидать возникновения проблем с работой сердца. Значит, следует профилактически предпринимать меры, способные уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Проблемы кардиологии являются ведущими среди всех заболеваний человека. Изучение состояния организма и связь различных симптомов с развитием сердечных приступов позволит предотвратить неблагополучные исходы. Ученые стараются подсказать каждому, что может иметь значение. Пожалуйста, отнеситесь к себе более внимательно. При наличии косвенных признаков, возможных проблем с сердцем, покажитесь врачу.